Особое мнение на 101FM Добрый день, это программа Особое мнение. Меня зовут Ксения Казакова, и я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это, если можно так сказать, руководитель кузницы кадров для всего нашего оригинального здравоохранения, руководитель Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов. Лев Михайлович, добрый день. Добрый день, Ксения. Поскольку в нашем эфире вы впервые, давайте наших радиослушателей с вами немного познакомим. Поправьте меня, если что-то я скажу не так. Итак, Кировским медуниверситетом вы руководите неполные два года, первые 10 месяцев с приставкой ИО, если все верно, и практически еще столько же вроде ли уже полноправного руководителя. До этого более 20 лет работали в Оренбургском медуниверситете. Лев Михайлович у нас заслуженный работник высшей школы России, отличник здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор. Ничего не забыла? Ну, наверное, да, если так. Если очень кратко. Да, наверное, действительно так. Мне вот просто интересно. Вы напомнили, действительно, оказывается, я вот уже достаточно давно в Кирове. Это в нашей быстротечной жизни. Погода, да, действительно, скоро уже будет. Наверное, действительно так, да. Когда вы согласились уехать из региона, из Оренбургской области, в которой проведали большую часть своей жизни, какие цели вы себе ставили на посту ректора медуниверситета? Конечно, наверное, может быть, вот на начальном этапе цель этого, в общем-то, ставил не я, ставились цели передо мной, нашим учредителям, Министерством здравоохранения России. Они, конечно, касались прежде всего некоторых вопросов финансо-хозяйственной деятельности университета, вопросов развития его инфраструктуры. То есть это вот такие вот глобальные направления, которые наше министерство считало, что нужно подвергнуть какой-то коррекции, что-то исправить, да, что-то ускорить. Ну, а по мере знакомства с университетом и с разбором всех стороннего деятельности возникали новые вопросы, новые проблемы. ВУЗ – это огромный живой организм, поэтому приходится заниматься очень широким кругом проблем. Даже, может быть, я и никогда не думал, что придется с такими вещами сталкиваться. А с чем, например? Самые-самые разнообразные вещи. Ну, во-первых, в последнее время это огромный комплекс работ, связанных с реализацией национальных проектов по здравоохранению, по подготовке кадров, прежде всего, к которым мы активно участвуем. Ну, кстати, про кадры мы сегодня поговорим чуть попозже. Вот, это вопросы быта студентов, вопросы организации учебного процесса, вопросы взаимодействия с практическим здравоохранением, работы клиники, университета, научные исследования. Огромный круг, в общем, то, чем живет и дышит ВУЗ, и то, что определяет и лицо его именно как ВУЗа. Вот всем этим, конечно, приходится заниматься, держать на контроле, ну и полагаться на команду единомышленников, которые, в общем-то, по многим направлениям оказывают огромную помощь и существенную поддержку. Какие-то трудности были на этом посту уже, с которыми вы столкнулись? Конечно, да. Просто ничего не бывает в этой жизни. В общем-то, достаточно отдавал себе отчет, что будут сложности, будут трудности, но, наверное, вот доставляет какое-то удовольствие преодолевать, видеть конечный результат, то, что достигнуто, то, что, в общем-то, является полезным для коллектива ВУЗа, для города Кирова, для здравоохранения. В общем-то, эти моменты, они вот дают какую-то моральную удовлетворенность. Я считаю, наверное, что все-таки вот приятного было больше. Хорошо. Вы по роду деятельности достаточно много путешествуете, я так понимаю, и по регионам страны, и в Оренбурге много лет отработали. Вот сейчас работаете два года в Кирове. Какие-то особенности региональной медицины вы уже подметили? Может быть, какие-то проекты? Да, наверное. Как говорил Лев Николаевич Толстой, что все счастливые, все несчастливы одинаково, несчастны все по-своему. Наверное, да, наверное, где-то есть отличия, есть особенности. Очень вызвало уважение те новации, которые я увидел в здравоохранении Кировской области, которых я не догадывался и не знал. И здесь потом... Ну, какие, например, давайте перечислить. Потом, да, более подробно знакомились, и говорил, что действительно это так. Ну, прежде всего, скажем, развитие информационных технологий здесь у нас, да, вот сейчас об этом много говорится, а ведь реальных вещей, реального воплощения, примеров-то практически нет. Поэтому не случайно, вот и когда я это увидел, и были многие сообщения на уровне Министерства здравоохранения, на уровне коллегии Минздрава России, там ведь не зря Вероника Игоревна, наш министр, отметила, что мы здесь лидеры в России, Кировская область, да, заявлена, открыта об этом. И это действительно так, поскольку то, что приезжают многие специалисты других регионов, они также вот испытывают такое вот чувство неожиданности, ага, оказывается, вот как можно, вот эти вещи. Ну, и еще ряд проблем, ряд проектов, которые мы уже здесь начали реализовывать, да, вот, например, движение наше Доброволькельское, не только движение Добро в село, но и Десант и здоровье тоже один. Очень интересная форма работы по вовлечению ординаторов для работы в первичном звене, да, это их дополнительный, так сказать, труд, да, который оплачивается, но который позволяет нам решать вопросы укомплектованности штатов, по крайней мере, для города Кирова. Вот это мы будем развивать. Ну, и... Ну, эти проекты, которые вы решаете совместно с Министерством здравоохранения? Конечно, конечно, это только все совместно решается. Вот, особенности области, что, ну, вот география такой, такой регион, да, в общем-то, очень огромный по площади, да, с природными условиями, это не степь, где можно сесть на автомобиль, в общем-то, и катиться, да, это ситуация, когда больных мы эвакуируем, да, вывозим, доставляем в лечебные учреждения, скажем, на вертолетах, да, это развитие санитарной авиации, и вообще развитие скорой медицинской помощи здесь, вот в регионе, она тоже вызывает очень положительные эмоции. Поэтому есть лицо у кировской медицины, и я думаю, что это очень-очень-очень важно для нашего региона. Давайте перейдем к вопросам более насущным. На прошлой неделе президент Владимир Путин по итогам медиафорума «Правда и справедливость» поручил правительству России к 1 декабря подготовить ряд предложений о распределении выпускников медицинских вузов по рабочим местам. Предварительно пока обсуждается, что система распределения будет касаться только тех, кто учился на бюджетных местах, чтобы, так сказать, ну, вернуть долг государству. И этот же вопрос поднимался, по-моему, во время прямой линии с президентом. И, по сути, многие эксперты сейчас говорят о том, что это возвращение к советской модели. Вы как к этому предложению относитесь? С позитивом его встречаете? Да, вопрос этот действительно сейчас очень активно обсуждается. Буквально вчера у нас было селекторное совещание в нашем кластере «Средневолжский». Он объединяет медицинские вузы «Казань» во главе нашего кластера, «Пермь», «Нижний Новгород», «Ижевск», медицинский факультет Ульяновского университета, вот и Кировский медуниверситет. Мы как раз обсуждали некоторые вопросы реорганизации медицинского образования, и в конце прозвучал, да, прозвучал этот вопрос. Этот вопрос, он очень, потому что к корректорам обращаются, требует комментариев. Я тоже впервые об этой новации узнал несколько дней назад от ваших коллег с телевидения, тоже приходили ко мне, брали интервью небольшое по этому вопросу. Ну, что можно здесь сказать? Я вот конкретно по этому случаю, это инициатива нашего глубоко уважаемого Леонида Михайловича Рошаля, который считает, что вот этот вопрос решит, да? Президент дал поручение. Конечно, его надо будет выполнять, но давайте вот посмотрим с некоторых позиций. Буквально месяц назад было принято очень серьезное постановление правительства о целевой подготовке, где взят тренд именно на развитие целевой подготовки, и затем, естественно, это подразумевает конкретно трудоустройство и работа, да, какой-то срок у работодателя. Давайте мы поясним слушателям. Целевая подготовка – это когда работодатель платит за студента, и потом студент обязан отработать. Ну, да, он не совсем заключается договор, да, на будущее место работы, но работодатель для того, чтобы заинтересовать этого специалиста, да, он ему может какие-то социальные преференции, он для него готовит рабочее место, он потом решает его социальные вопросы, да, и если у него есть возможности, он, наверное, в какой-то мере компенсирует его обучение, да. Тут, кстати, могут даже и коммерческие студенты заключать на это обучение, специальные соглашения с будущим работодателем. И у нас ведь есть национальные проекты, и вот проект подготовки кадров, там четкая программа до 2024 года именно вот по целевой подготовке, по целевому обучению специалистов и дальнейшему их распределению. Если же мы войдем, вот, да, сейчас со стороны наших законодательных актов, да, со стороны Конституции, ну, наверное, в таком виде, как в СССР, мы же, вот, я же проходил тоже эту систему, да, к такому, мне кажется, ну, возврата быть не должно и не будет. Это, по сути дела, наверное, какое-то нарушение прав человека. Поэтому давайте мы сейчас спокойно к этому делу отнесемся. Я думаю, что будут консультации, будут работать, в общем-то, наверное, экспертные группы, экспертное сообщество, будет, наверное, учитываться мнение и специалистов, и населения, да. И я думаю, что решение-то будет принято достаточно взвешенное и достаточно рационально-разумное. Лев Михайлович, давайте мы на полминутки прервемся и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов. В первой половине мы начали обсуждать зиму кадров, ее и продолжим. Лев Михайлович, не секрет, что кадровый голод в медицине – это проблема общефедеральная, не только нашего региона. Я вот покопалась в интернете, нашла данные Росстата. Они, правда, датированы июнем 2018 года. Мне почему-то кажется, что не сильно они, конечно, изменились. Ну, по крайней мере, пока. Значит, в отчете ведомства говорится о том, что численность врачей государственных и муниципальных медицинских учреждений сократилась за январь-июнь 2018 года по отношению к первому полугодию 2017 года на 7,6 тысяч человек. Численность среднего персонала на 39 тысяч, младшего на 171. При этом более всего недостаток кадров ощущается в первичном звене. И это терапевты, это педиатры, которые сидят на участках. И министр здравоохранения об этом очень много говорит, и в том числе и в последнее время информацию об этом я видела. Вероника Скворцова говорит о том, что есть, точнее, есть система, которая этот дефицит кадров первичного звена должна решить. Вот расскажите, пожалуйста, что это за система, как она работает, как вы ее вообще оцениваете? Хорошо. Ну вот если оценивать те цифры, которые вы, Ксения, назвали, да, 76 тысяч врачей. 7,6. 7,6 тысяч. Отток, да, наверное, кто-то вышел на заслуженный отдых, да, кто-то, так сказать, может быть, ушел из профессии, хотя редкий вариант достаточно, вот по моему личному опыту не могу привести большое количество примеров. Вот, в то же время... То есть медицина приходит надолго. В то же время, да, в то же время выпуск врачей, это порядка 23 тысяч, это вузы наши, Минздрава России, и порядка 55 тысяч выпускников, это медицинские факультеты, которые находятся в университетах Министерства образования, да, то есть порядка 70 тысяч. Ежегодно. Ежегодно, да. Однако, тем не менее, действительно имеется дефицит кадров. Я могу сказать, что есть он у нас в области, но у нас гораздо более лучшая, скажем, ситуация, чем в других окружающих даже нас регионах, особенно там, где нет вузов. Там ситуация еще более плачевная, и это обсуждается, об этом бьется в набат на каждом нашем, в общем-то, совещании в Министерстве здравоохранения. Но вот эта система, когда студенты идут на участки, она эту проблему решит? Система, конечно, вот посмотрите, сейчас вот то, что перед нами стоит, да, увеличение продолжительности жизни, конечно, вот эти вопросы, они решаются при непосредственном контакте с пациентом, врачом, который, в общем-то, проводит вот эти вот скрининговые мероприятия, связанные с медицинским ослаблением, диспансеризацией, профилактический осмотр, да. Вот здесь вот действительно, ведь совершенно не вливая огромных финансовых затрат, мы можем вот чисто организационными мероприятиями существенно, скажем, повысить, улучшить показатели здоровья, да, улучшить, повысить продолжительность жизни. Поэтому очень важное звено, и мы должны заполнять его специалистами, специалистами. Конечно, кто-то мечтает стать кардиохирургом, кто-то мечтает пойти там в нейрохирургии, да, кто-то мечтает стать узким диагностом, да, но существует социальный запрос на специалиста первичного звена, поэтому мы стараемся это решать. Подходов здесь достаточно много, какие-то регуляторные меры принимаются и нашим учредителям, какие-то условия создаются, скажем, работодателями, кто-то старается сделать привлекательную работу, да, в первичном звене, вот, кстати, в Кировской области здесь много шагов в этом направлении проводится. Вот, проводятся какие-то действия нашим учредителям, да, это и количество специалистов, скажем, которые пойдут обучаться в ординатуру после окончания вуза, да, не для всех предоставляется эта возможность. Ну, ординатура, это то, вернее, количество мест в ординатуре, это мы условно подразумеваем, что это то количество узких специалистов, которые после того, как они закончат институты и ординатуру пойдут работать. Конечно, да, 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 ведь существует совершенно четкая статистика, сколько и наш Мездрав местный, Кировский, согласовывает с нами, да, и потом Мездрав России анализирует эти данные, сколько нужно специалистов регион, да. Здесь, конечно, можно... То есть количество выпускников-ординаторов, которых вы выпускаете, оно четко согласовано с Министерством здравоохранения? Да, вот, например, реализуем мы проект «Онкология», да, борьба с аллокачественными заболеваниями. Главный наш специалист, онколог, говорит, мне нужно еще ординаторов, я подготовлю, я готов даже оплатить их обучение, я говорю, я не могу взять, у меня план приема. Это план приема, нарезанный министерством. Конечно, причем он формируется за два года, да, это не все быстро, это все утверждается Министерством образования, согласовывается Мездрав России, это такая длительная бюрократическая процедура, скажем, вот действительно надо, а я вот по своим служебным обязанствам не могу превысить этот план приема, потому что действительно, с другой стороны, нужно заполнять первичную сеть. Вот, поэтому целый комплекс мер принимается, чтобы действительно заполнить первичное звено. И мы ищем, и мы ищем какие-то вот механизмы, да, я называл уже, да, скажем, вот привлечение ординаторов. Вот он учится на какого-то узкоспециалиста, но у него есть свидетельство, есть у него сертификат, он прошел первичную аккредитацию, он имеет право работать в первичном звене. Стипендия не очень большая, поэтому для них это достаточный приработок. Вот, ну, насколько я знаю, вот наиболее активные наши такие ординаторы, они могут получать до 15 тысяч рублей в месяц дополнительно к той стипендии. Скажите, а на участках сейчас работают, если мы говорим про выпускников, то есть выпускник закончил учебу и сразу же пошел на участок. Он больного увидел первый раз на участке или у него есть какая-то практика? У него есть право, да, у него наличие, прохождение первичной аккредитации, специалист дает ему право работать в первичном звене. До этого он проходил практическую подготовку. Начиналась она после первого курса, это должность влашевого медицинского работника, да. Но ведь он может на него и не пойти, он может и... Это по желанию. Нет, это у нас по программе, по рабочим. Затем у них идет практика в качестве среднего медицинского персонала, затем после четвертого курса помощник врача и так далее. То есть он общается с пациентом все эти годы, да, идет курация больных во время учебного процесса. Но, к сожалению, некоторые вещи, они вот подвергаются влиянию времени. Вот появилось в этом году среди заданий, которые должен наш выпускник при прохождении первичной аккредитации пройти, это коммуникативные навыки, то есть способность этого специалиста общаться с врачом, да. Посмотрите, молодой человек, он сидит большую часть своей жизни в электронной среде, гаджеты, да, и он попадает на участок, где пожилая, скажем, бабушка, да, о чем говорить этим двум людям. И вот, кстати, для некоторых, да, наверное, это очень тяжело психологически встретиться, да, поэтому вводятся навыки коммуникативного общения. И мы сейчас тоже думаем о том, чтобы вести дополнительно в нашу программу такие курсы, да, такие тренинги, чтобы наши выпускники могли и находить язык со своими пациентами. Ну, а есть другая категория пациентов. Люди у нас очень просвещенные по многим вопросам, они тоже могут давать, так сказать, и вопросы, касающиеся профессиональной деятельности медработника, потому что где-то что-то он услышал, да. Ну, и там различными законодательными, да, вот эти вещи имеет пора быть. Поэтому должен специалист уметь, готов быть и к таким ситуациям. Ну, то есть медиков вы научите еще и кроме того, чтобы медицинскими знаниями обладали, еще и говорить с пациентами. Конечно, конечно. Это одно, кстати, из требований образовательного стандарта по медицинскому образованию. – Есть ли у вас какая-то статистика, сколько выпускников вы выпускаете, сколько из них остается в регионе, сколько уезжает, и сколько из тех, кто остается, остаются в медицине? – Вот, Ксения, абсолютно это есть, да, и здесь нельзя ничего таить. Во-первых, что существует Федеральный реестр медицинских работников. Вот сейчас прошел выпуск, вся информация абсолютно до единого нашего выпускника, она вносится в эту федеральную базу, да, что он закончил, где, когда, номер его документов, вот, и дальше в этой базе вся его жизнь будет, она, в общем-то, профессионально и отслеживаться. – Я просто к тому спрашиваю, что если у нас есть дефицит врачей и есть возможность отследить, куда они уходят, может быть, какие-то меры принять? – Вот, да, значит, позиция министра нашего, уважаемой Вероники Игоревича Скворцовой, она говорит, вы, ректор, отвечаете, за каждого, за каждого подчеркивает ученик, выпускника вашего, где и чем он занимается. Вот в прошлом году, после того, как они все у нас трудоустроились, все это в системе есть, все это может зайти любой специалист, эксперт посмотреть, вот, у нас было несколько человек, которых в этой системе не оказалось. Мы стали разбираться, выяснилось, что двое из них призваны в ряды российской армии, да, они проходят срочную службу, вот, две девушки готовятся стать мамами, они не приходили аккредитаться, поэтому в систему не попали. То есть мы нашли кого-то, кто ушел из медицины и встал там на биржу труда, а где-то вот таких, в общем-то, мы нет. Часть наших, все-таки в уставе федеральной, часть наших выпускников, это примерно 15% из вывыпуска, да, вот если в этом году мы 400 с копеечками их выпустили, да, вот где-то опять 15-17% это выпускники, которые пришли к нам с других регионов, ну, Коми, например, да, Шкрала, да, Татарстан немножко есть, ну, еще ряд Кострома, да, вот, эти выпускники, они, конечно, едут, возвращаются к себе домой, работают там. А всего сколько выпускников выпустили в этом году? Вот 470, если меня точно не ошибает, да. Это все вместе, и с приезжим? Все факультеты, да, все-все-все-все-все, да, вот весь выпуск, все факультеты, все специальности. А сколько из них поступило в ординатуру? Да, в аспирантуру они поступят через неделю, мы будем знать, да, значит, я могу сказать абсолютно. Нет, не в аспирантуру, в ординатуру. Да, извините, в ординатуру нам выделено государством 117 мест на все специальности узкие, 117 бюджетных мест, да, и примерно еще столько же выделено мест для коммерческого обучения, то есть либо сам ординатор оплачивает, либо его работодатель будущий оплачивает, да, то есть, по сути дела, вот это считайте, около 235, по-моему, там человек, да, получается, могут продолжить обучение вот на этих местах в ординатуре. То есть, если мы говорим о бюджетных местах, то получается, что только треть из всех выпускников в дальнейшем станут узкими специалистами, хирургами, лорами, там, акушерогинекологами. И еще раз хочу подчеркнуть, вот среди вот этих 117 бюджетных мест, да, там большая часть из них, большая часть, больше половины, да, 60 до 70 процентов. Это места, которые отдаются на целевую подготовку. То есть эти ребята поедут работать конкретно, пойдут работать конкретно к работодателю, который заключил с ними договор, и которым они сейчас вступили в отношения в такие. А вам не кажется, что 117 – это очень мало? Вот. Из почти 500 выпущенных. Да, понимаете, да, мы говорим, дефицит, дефицит, дефицит кадров. Давайте увеличим прием, давайте вместо 400 выпусти 800, да? Я не думаю, что это решит проблему, да? Как вот мы взяли их, да, скажем, неподготовленных, потом из них часть отчислится, часть, так сказать, уйдет из медицины. Поэтому, наверное, вот как вы в начале нашей беседы назвали, университет кузница кадров, не совсем точно. Вот сейчас кузница, тут кузнецов достаточно много. Вот начинаться все должно со школы, и у нас в нашей программе, федеральном нашем проекте по подготовке кадров, очень четко расписано увеличение количества медицинских классов. То есть мы, ребята, должны готовить со школьной скамьи. Вот я, кстати, хотела вас спросить, есть какой-то у вас проект на эту тему с региональным Минздравом? Затем они поступают к нам уже подготовленные, да, то есть ребята профориентированные на медицинский вуз, они поступают к нам. Мы их обучаем. Дальше они выходят, и большая часть из них уже имеет место работа и работает. Дальше идет процесс их постдипломной подготовки. То есть, посмотрите, вот эти вот этапы, да, во многих из них университет играет очень важную роль, но многие моменты мы не решим, скажем, без Министерства образования Кировской области, да, без Министерства социальной защиты не решим, да, Минздрав Кировской области, да, все согласование. Поэтому целая система и, наверное, такая вот скрупулезная, качественная подготовка, начиная со школьной скамьи и заканчивая, вот я думаю, тогда мы проблему дефицита кадров достаточно хорошо, думаю, преодолеем. Лев Михайлович, у нас есть минутка буквально до перерыва, давайте очень кратко поговорим о студенческой поликлинике. Вы в одном из своих интервью сказали о том, что Советом ректоров Кировской области принято решение о создании студенческой поликлиники. Где она будет создана, на базе какого учреждения, кто будет принимать, кто будет туда ходить лечиться? Да, решение такое, еще до моего приезда в Киров оно было принято, оно есть, да, его нужно реализовывать, потребность в этом есть. Вот вопрос, наверное, сейчас стоит о помещении, о здании, где мы можем это осуществить, поскольку наши расчеты показывают, в такой поликлинике нуждаются порядка 10 тысяч студентов нашего города Кирова. Лечиться туда будут студенты только? Конечно, да, будем рассчитывать, что это студенты, потому что они не, многие из них не прикреплены здесь к лечебному учреждению, он может оказаться в какой-то момент вообще отрезанным, да, от помощи, которая должна быть обеспечена ему в систему медицинского страхования. Вот, поэтому у нас были проекты для этого, да, в связи вот с введением устрой некоторых зданий новых, но сейчас все-таки мы решили немножко остановиться, но тем не менее это с планов не снимается, необходимость есть, понимание есть. Я думаю, что мы этот вопрос будем решать, тем более у нас есть поликлиническое отделение, которое в связи с открытием стоматологического факультета была отдана нашему стоматологическому факультету. Вот у нас теперь идея есть туда, оттуда факультет вывести, и мы вернемся к тем площадям, которые у нас были именно для амбулаторно-поликлинического звена, это Володарского 163. Вот. Если позволят пропускная способность, да, этих площадей и наши возможности, можно будет там начинать эту работу уже, в принципе, достаточно скоро. Принимать, кто будет? Тоже студенты? Нет, принимать будут наши специалисты. То есть уже дипломированы врачи. Конечно, как положено, то по закону, да, об охране здоровья, это все должно в соответствии. Ну, конечно, это может быть и хорошая база практики, практической подготовки для студентов старших курсов. Примерно когда ждать этого можно? Ну, очень примерно, даже, может быть, год-два. Ну, давайте мы через год к этому вопросу вернемся. Я думаю, уже какие-то результаты должны быть. Давайте, тогда прервемся на рекламу, после нее продолжим. Продолжаем программу «Особое мнение». Его гость сегодня Лев Железнов, ректор Кировского медицинского университета. В начале программы мы много говорили о подготовке медицинских кадров, теперь давайте поговорим о вступительных экзаменах ЕГЭ. Буквально сегодня с утра пришла новость о том, что в Госдуму внесен законопроект о введении пятилетнего моратория на изменения в едином госэкзамене. Сообщается, что ежегодно порядок проведения ЕГЭ меняется настолько сильно, что ни ученики, ни учителя не успевают должным образом к нему подготовиться. Я посмотрела информацию, оказывается, в этом году исполняется ровно 10 лет, как единый госэкзамен стал единственной формой вступительных экзаменов в школе и основной формой для вступительных испытаний в ВУЗе. И все эти годы, все эти 10 и даже больше лет вокруг ЕГЭ не утихают споры. Есть много критики вокруг него. Я хочу привести мнение профессора Московского педагогического госуниверситета Евгения Жаринова, который в интервью одному из федеральных изданий заявил, я процитирую, качество педагогов хромает, потому что хромает вся система образования. Я преподаю в институте, я вижу, как первокурсники тупеют от года от года. Причину зла я вижу в ЕГЭ. Если человек не читает, он перестает думать. И еще один коллега, который вы, кстати, сегодня упоминали, главврач Республиканского клинического неврологического центра Фарид Хабиров отмечает, я опять же процитирую, все реже я вижу у молодых врачей из поколения ЕГЭ умные глаза. Будь моя воля, я бы этот ЕГЭ сегодня же отменил. Подростков не учат думать, отстаивать свою точку зрения. Вместо этого их подвергают ненужным стрессом, обращаются как с уголовниками в изоляторе. Вы много лет работаете в учебных заведениях, в высших учебных заведениях, общаетесь со студентами. И, на Ваш взгляд, ЕГЭ так уж ужасен? Ну, не только. Я тоже отец выпускника, да. Ну, все, вот это через это прошли. Причем старший сын 12 лет назад школу закончил, он, так сказать, судьба его миновала. А вот младший, он вот в этом году закончил школу ЕГЭ. Интересная система, да, в кавычках, скажем так, интересная, но действительно не дает. И мы сталкиваемся. Ведь у нас кафедры первого курса, они дорабатывают за школу. Мы их учим, и тоже коммуникативно, и какому-то образному мышлению. Тут что очень важно для медицины, да, так, формирование... Я прошу прощения, я Вас перебью, мы в начале программы как раз говорили о том, что будет введена новая дисциплина, чтобы научить врачей коммуникативность. И это тоже, и это отсюда, вот корешки-то отсюда растут, да. Вот, а потом вот посмотрите, зайдите на сайт любого вуза, вся эта информация открыта, да. Два критерия, посмотрите, посмотрите, средний балл аттестата и балл ЕГЭ. Вот вы удивитесь, вы увидите там под 300 баллов, да, а аттестат там, ну, четверочку даже иногда не дотягивает. Вот как интересно. То есть человека просто натаскали отвечать, да, каким-то образом, вот на эти тесты, да, зубрёжка или как. Конечно, вот для медицины особо, особенно вот эта система, я считаю, она порочна. Она, ну, лишает развития вот мыслительных способностей, логики какой-то, да, коммуникативного общения. Вот эти вещи, конечно, наверное, вот хотя бы первый шаг, да, мораторий, заморозь пока систему. Дальше нужно, конечно, её каким-то образом убирать. Наверное, как-то так, да. То есть вы думаете, всё-таки убирать? Я не вижу преимущества, да, я не вижу. Задача-то какая стала? Сделать для всех равные права, да, преступления, высшее учебное заведение, да. Но вот где-то на каком-то этапе, мы, видно, младенца выплеснули вместе, да, с водой из нашей купели и получили то, что получили. Получили то, что получили. Вот сам принцип подготовки к единому государственному экзамену, да, он с традициями, скажем, нашей отечественной медицины, которые закладывались там ещё Сергеем Петровичем Боткиным, да, Николаем Ивановичем Пироговым, да, нашими клиницистами великими, они вот, ну, в крайнее противоречие вступают. Поэтому, ну, пока будем считать, что хорошо, что такие законопроекты выносятся, и, по крайней мере, может быть, и заморозят, да, мораторий на изменение правил игры. Это огромная нагрузка для школьников, конечно. Ну, то есть вы больше считаете, что это всё-таки больше, наверное, зло, нежели добро? Конечно, конечно, конечно. Давайте ещё про одну новость, которая тоже прилетела сегодня. Врачам начнут платить за отказ беременных от абортов. Заявляется, что так руководство рассчитывает увеличить рождаемость. За каждый отказ медики будут получать по 4 тысячи рублей. Вы к такой инициативе регионального Минздрава как относитесь? Ну, я думаю, что это одно из действий, направленное на улучшение демографических показателей, что, в общем-то, является благом. Да, но всё-таки, ну, государство, мы социальное общество с вами, да, конечно, должен быть приток, да, это то, что кто придёт на смену нам. Поэтому нужно, конечно, поддерживать эти вещи. Проблема абортов, она, конечно, вот морально-этического, такого философского, может быть, да, плана. Очень много копий по этим вещам. Мы разные видели и периоды отношения государства к этой проблеме. Вот, наверное, действительно, всё-таки стараться сохранить будущую жизнь. Конечно, многие надо факторы учитывать. Это и состояние здоровья женщины, да, в какой-то мере может быть её и социальный статус. Но стараться сохранить эту жизнь, да, а потом, в общем-то, воспитать из этого новорождённого, так достойного гражданина, ну, это огромная общественная задача, она стоит перед всеми нами, не только перед врачами. Вот, я думаю, что если, да, врач будет способствовать сохранению... Ну, ведь это давление, по сути. Ну, может быть, да, может быть, да. Всё-таки нужно смотреть, есть какие-то, развиваются в достаточной мере сейчас много, и социальных программ поддержки, вот, и женщин попавших. Может быть, действительно, там нежелательная беременность, да, но не стоит, может быть, идти вот и да, и таким образом прерывать будущую жизнь, да, данность ту, которая так вот возникла. Ну, я так понимаю, что даже, вот, допустим, система материнского капитала, которая введена там на федеральном уровне, я так понимаю, что даже она не смогла решить эту проблему. Решит ли вот это вот? Тем более, это выплаты даже не роженицам, не потенциальным мамам, а врачам. Ну, я думаю, в какой-то мере, наверное, да, наверное, будет зависеть, наверное, будет зависеть от таланта, да, от качеств гуманных, да, у этого специалиста, который... От его умения убеждать и уговаривать. Умения убеждать и уговаривать, да, убеждать и уговаривать. Хотя у нас студенты, я смотрю, в большинстве-то своем, они вот этими качествами обладают. То есть гуманного отношения к пациенту, они понимают. Если они научатся правильно коммуницировать со своими пациентами. Конечно, и поговорить, да, и коммуницировать. Давайте последний вопрос мы рассмотрим. В вашем Фейсбуке я увидела пост о том, что вы были в Нижнем Новгороде на форуме производительность 360. Значит, от нашей области там была даже целая делегация во главе с главой региона. И сообщается, значит, что форум этот направлен на тиражирование лучших практик в вопросах производительности труда, так называемых бережливых технологий. Вы оттуда что-то подчеркнули? Может быть, бережливый вуз? Да, конечно. Вот, да, вы знаете, вот очень мне приятно эту тему рассуждать. Я, прибыв в Киров, буквально на второй день оказался на фабрике процессов. Вот, сознаюсь, честно, положа руку на сердце. Что такое фабрика процессов? Вот я тоже тогда не знал, что это такое и зачем это все. Но я по наитию, я почувствовал, что вот это то, о чем, может быть, даже когда-то мечтал об этом. Потому что где-то в конце 80-х годов я прочитал несколько книг. Они тогда стали появляться в продаже. Это организация работы промышленных автогигантов. Тойота, Крайслер, да, Форд. Серьезный экономист. Вот Якок, их фамилия такая известная есть. Написал, интересно, читались как романы, да, как же люди организуют свою работу. И вот фабрика процессов у нас в 2017 году была организована одна из первых России. Это в Кирове. В Кирове, на базе нашего университета, да. То есть это учебно-методический центр, на котором развиваются вопросы, скажем так, проектной деятельности, развития бережливых технологий. Во что мы сформировались? В прошлом году, год назад, мы приказом министра здравоохранения России попали в девятку учебно-методических центров. Мы одни из девяти сейчас законным приказом министра работаем. У нас учебно-методический центр на базе нашего университета по развитию бережливых технологий. То есть можно сказать, что он уникальный. На сегодняшний день, вот мы честно говорю, мы лидеры в стране. И к нам едут от Калининграда до Красноярска. И наши сотрудники, и у нас есть подготовленные лидеры российского масштаба, нас знают. Мы вошли в проект «Бережливый вуз». И, кстати, 26-29 сентября у нас будет заседание Российской ассоциации бережливых вузов. И посвящено как раз вопросам развития бережливых технологий именно в медицинских высших учебных заведениях. А что такое бережливый вуз? Бережливый вуз – это целый комплекс подходов. Это серия проектов, которые реализуют подразделения, которые позволяют без внесения каких-то существенных материальных затрат путем организационных действий, путем разработки логики, маршрутизации тех процессов, которые потребляют мало энергии, скажем так, философски, но которые дают очень хороший результат. То есть тех приемов, которые были разработаны в производстве, которые наши корпорации «Росатом», «КамАЗ», «Сбербанк» в какой-то мере, они тиражируются. Вообще нас курирует «Росатом», нас там знают хорошо. И позволяет развивать нашу жизнь, делать ее легче, использовать освободившееся время для себя, для своего развития. Ну, скажем, вот лично мой проект, да, проведение ректората. Что значит ректорат в самом начале? Два часа заседания, да, разговоры о чем-то, как потом оказывается в итоге, может быть, даже ни о чем. В настоящее время мы сократили это дело до 40 минут. Почему? Потому что за неделю докладчики рассылают всем членам ректората свои презентации, проекты решений, все знакомятся. И мы встречаемся, и первый вопрос, товарищ, посмотрели. Вопросы, решения, предложения. То есть все очень четко в области? Конечно, все. И масса таких проектов огромная. Там и система, например, проектов по административно-хозяйственной деятельности, это система энергосбережения. Там его же раздел «Безопасность ВУЗа», да, оформление командировок, документация, документы оборот и так далее. Проектов масса. Клиника подключается, стационар, да, тоже мы здесь, в общем-то, стараемся быть лидерами. Это очень интересно. Я вас приглашаю на эту конференцию, чтобы осветили, показали. Давайте еще раз напомним, когда это будет конференция? 26-29 сентября в городе Кирове. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Сегодня особое мнение высказывал ректор Кировского медицинского университета Лев Железнов. Я благодарю Льва Михайловича за интересную беседу. Всего доброго, до свидания.